Меня зовут Катя, и я пришла ради Вовочки, чтобы на него посмотреть, сфоткаться, поздороваться. Подожди, а лет-то тебе сколько, чтобы мы понимали? Пятнадцать. Под ваши бурные аплодисменты первые, кто поднимается на нашу сцену, это братишки! Друзья, дайте шуму, вот он, вот он, вот он, вот он! Как настроение? Ну, все отлично, мне все нравится, спасибо, что пришли, работяги! Следующий, кто поднимается на нашу сцену, становится Мокатао! Ставитесь рядышком, двигаемся дальше, Стэнли! Наша очаровательная красотка, двигаемся дальше, Матестал под ваши овации! Друзья, Леха, карплей под ваши аплодисменты! Так, аккуратненько, вальяжненько, но расслабоним, все как положено! Как я и говорил прямо сейчас, на нашей сцене также появятся известные профессиональные UFC игроки, участники крутой СНГ-лиги по UFC! Отлично, отлично! Ну что, есть вопросы из зала? Поднимите руку, чтобы я к вам спустился! Есть, есть, есть! Представься, как тебя зовут, после этого кому будет вопрос, ну и сам вопрос! Нарек, у меня вопрос к братишкину, какой код автора? Ну очевидно, БРФФ, чувак, спасибо! Спасибо, что пушанул здесь! У меня вопрос, меня зовут Михаил, у меня вопрос к Андрею. Дроан, почему ты на камере симпатичнее, чем в жизни? И что мне отвечает? Меня здесь просто загримировали, так симпатично, поэтому так получилось, не знаю. Я думал, он так же красится перед стримом, знаете, там прыщики закрасит, морщины. Нет, меня здесь накрасили, чел. Просто у него есть специально обученный человек, к нему приезжает, это называется гример, он его гримерует, если ему нужно. Как и называется? Это Ктюша называется. Нет, я его не крашу. Нет, не крашу. Нет, все, мы ответим на твой вопрос. Его крашу я. Я крашу на самом деле, ребята. Становится все более интереснее. Это я! Это я! Леха, у меня вопрос к братишкину. Вова, ты вор? Ну вы какие-то вопросы корректные задавайте, конечно, чувак. Меня зовут Марат, мне 16 лет, я смотрю Вова с 15-го года. Вова, к тебе вопрос, КБ что? Я не буду это кричать, чел, нет, давайте нет, я не буду это кричать. А когда мерч? Мерч, кстати, скоро уже, все, уже отправили на распечатку, уже фотки есть, не знаю, наверное, в сториз залью. Спасибо, что спросил. Вопрос к братишкину. На сколько сантиметров в этом году у тебя вырос? Чувак, я не мерил с 2015-го. Ну сейчас волно он скокожился, скорее всего. А ты с какой целью интересуешься? Да так, чисто для себя. Сколько тебе лет, ты сказал, погоди? 16. Нет, чувак, это конфиденциально очень. Пока рано, подожди еще годика-два. И вопрос к братишкину. Когда ты уже начнешь встречаться с Хесусом? Ксюша его себе забрала, да, Ксюша? Что ты хочешь сказать по этому поводу? А это, погоди, твой брат, правильно? Можешь забрать его семье. Нет, я не хочу брата, хотя давайте, ладно. Не знаю, я не буду с ним встречаться. То есть Хестишкин не канон? Не, не канон. Очень жаль. Ты прям сейчас разбил, мне кажется, ее ожидания. Итак, кто сможет выговорить? Большой Питриканальный Додокоско ДТК Эдер. Еще раз повтори. Чувак, ты к стримерам обращаешься. Да я знаю. Ты в курсе? Здесь максимум матные слова могут вылетать. Кто сможет выговорить? Большой Питриканальный Додокоско ДТК Эдер. Я рядом стою с ним, я не понимаю, что он говорит. Мы тоже не слышим, на самом деле. Это просто какое-то заклинание. Я могу ответить из-под выпад верта, можешь так сказать? Из-под выпад верта. Ладно, окей, хорошо. Просто чувак, у него очень крутой скилл по скороговоркам. Он пытается засветиться, правильно? Да? Здравствуйте, меня зовут Рома. Вопрос к хардплею. Лех, когда будет уже мерчик от Хард Легиона? Хард Легион в январе. Когда вернешь, была Клава? Ну, на постоянку точно никогда, потому что надо двигаться дальше, надо двигаться вперед. У меня вопрос ко всем стримерам. Как вы считаете, возможно ли в наше время пробиться на твиче начинающем? Я думаю, что можно, почему нет? Главное, чтобы ты делал какой-то контент, который будет нравиться людям. Естественно, не однотипный, потому что много уже всего, что идет сподряд и одинакового. Главное, не смотри видосы, потому что это делаю за тебя я, чувак. Я не хочу так рано уходить. Ну, во-первых, не смотри видосы, потому что это дело и то, а во-вторых, потому что это опасный бизнес. Да-да, это уже запатентовано. Может быть, топ-3 темы, которые по-любому выльются в топ? Ну, опять же, те же видосы, например, Fortnite сейчас. Пробуй Fortnite реально себя. У этой игры есть потенциал. Хорошо, спасибо. Дмитрий Дмитриевич, мне 18 с хвостиком. Вопрос к братишкину. Да он сразу возраст так указал. Давай. 18 с хвостиком. С хвостиком, да. Вова, почему ты хардплея позвал, а Валакаса не позвал? Хороший вопрос. Я даже не знаю, где он живет, начнем с этого. По-моему, он забарит. Вот кто-нибудь здесь в зале видел где-нибудь вживую Валакаса? Гуляю. Ну что, два человека. Я не знаю, как он вообще выглядит, начнем с этого. Фейк не фейк. Можно было же заморочиться. Но прикинь, он бы вышел такой. Да-да-я-да-да. Сможно, он где-то здесь в толпе сидит, слушай, ты не думал? С капюшоном и в балаклаве. Скорее всего. С маской НТ-200. Здравствуйте, у меня вопрос к Владу. Ой, к Вове-братишкину. Ну да, Влад, нормально. Педикюр, это... Чувак, это хорошая шутка. Это БАМ. Привет всем, меня зовут Сава. Вопрос к Братишкину. Когда будет мерч и что это будет за мерч? Какой на нем будет принт или... Только что отвечали на самом деле, но принт, я говорю, я скоро дропну, скорее всего, принт, как он будет выглядеть. Мы запускаем мерч не то, чтобы он был какой-то локальный, но это на стримах говорил. То есть это будет мерч, который будет незашкварно носить людям, кто не знает, что это за мерч. Скоро, чувак, скоро. Здравствуйте, меня зовут Дима. Так, я забыл вопрос. Пока больше здесь стоял. АГГ когда? АГГ не будет. Блэ. Вовочка, у меня еще один вопрос. Что делает Фортнайтер, когда к нему подходит девушка? Возможно, он танцует. Я не знаю, что делает Фортнайтер. Застраивается. Хабиб или Фергюсон? Я думаю, тут единогласно. Хабиб, нет? Фергюсон? Я за Фергюсона. Хабиб? Я думаю, Фергюсон. Я за Хабибом. У меня по футболке понятно. Слушайте, ну не знаю, но объективно, наверное, Хабиб все-таки. Да, можно по второму разу. Во-первых, Андрей, я надеюсь, ты не обижаешься на меня. Я же пошутил. Проси, пожалуйста. И еще. Лиза, ты почему Гошу с собой на сцену не вытащила? Чувак, ты, конечно, хорошо пошутил. Я бы советовал тебе провериться в чате, потому что, возможно, ты уж забанен, пока ты стоял. А я не знаю, почему он не вышел. Да он там спрятался, там буфет бесплатно, он там кушает, как бы, все как всегда. Да, еще. У тебя они заканчиваются вообще, нет? Нет. Сколько вам заплатили, чтобы вы сюда приехали? Да и вообще, вот это, что это за человек вообще? Да вы потратите бабки, сколько вам заплатили? Ты чего в чужой кошелек лезешь? Сколько ты в месяц получаешь? Сколько стоит твой балахон? Три. Так, давай, сколько стоит? Тридцать гривен. Тридцать гривен, штаны сколько? Сейчас тут появятся у нас сверху, короче, ценники. Сорок. Сорок гривен в ботинки. Бесценно. Так, бесценно. Что у нас еще? Этит, сколько? Кольцо. Кольцо? Это с Играмира. Это типа уже канал Дымоход, сколько стоит шмот, получается. Ну да, просто как бы чуваки залазят, просто спрашивают, сколько, что почем. Мы не будем. Итак, ну все, я понимаю, у тебя вопросы бесконечные. Ты очень часто хочешь быть в эфире. У тебя есть что-нибудь? Сколько ты зарабатываешь в месяц? Да не сколько. А, ну, если посмотреть... Если посчитать. Смотреть можно на чужие доходы. Смотря каким способом. Ну, если в эквиваленте, типа обеда на день. А, да. В обедах сколько? Почему ты в гривнах сказал? Ты приехал к нам из Украины, правильно я понимаю? Нет. Почему ты сказал то, что это 40 гривен, это 20 гривен? Это дед украинец подарил. Так, сейчас мы уйдем, короче, в дебри. Друзья, давайте поаплодируем этому настырному мальчику. Мы с тобой еще увидимся. Он, я уверен, что он к вам обязательно подойдет на автограф-сессии и подойдет огромное количество вопросов. Давай, вставай. Фух, я устала. Блин, прям дрожь вообще, поэтому у меня очень плохое зрение, я вас не вижу, так что не удивляйтесь, если я вам в глаза не вижу. Братишкин здесь. Дядь какой-то черненький. Черненький. Первый вопрос, не к стримерам, а скорее к организаторам. Почему нет тендерли бое? Слушай, на самом деле, что-то не додумались позвать. И, скорее всего, я не знаю, она часто в разлетах, поэтому ее поймать невозможно практически. Спасибо. Я надеюсь, она услышала, кстати. Знаешь, ух тыж. Я надеюсь, ну, окей, интересно. Меня зовут Максим, всем привет, спасибо. Спасибо за творчество. И вопрос к братишкину. Что с тачкой? Все готово уже тут на парковке, чувак, снизу. А что было? Сломалось, как обычно. Но я не знаю, если ты смотрел последний стрим, я попал в аварию. Не, я не смотрел, к сожалению. Ну вот надо смотреть. Слушай, такой вопрос. Ты, главное, не пострадал? Я просто не был. Не, я умер уже, на самом деле. Твой клон. Вот, не, Гуф умер, ты в порядке. 2019 год, Гуф умер. По поводу машины, сильно, сильно, сильные какие-то? Нет, не сильно. Все, слава богу. Он, скорее всего, Dead Inside. Да, чувак. Добрый день, меня зовут Андрей. У меня вопрос ко всем стримерам. Что самое сложное в вашей карьере? Держаться и не показывать грудь и попу. Это касается молодых людей тоже? Мы мало спим. Ну, типа, я солидарен с Денли. Самое сложное не показывать как бы... Чувак, в моем случае, когда я только начинал стримить, самая сложность, наверное, была эта мамка за дверью. Типа, это, наверное, проблема у всех стримеров начинающих. Поэтому, не знаю, если сейчас подумать, наверное, проблем... Только лень сильная. Все, вот из-за того, что ты очень долго работаешь. Условно работаешь, да, ты же не мешки там разгружаешь какие-то. Но когда ты долго в этом плаваешь, тебя просто достает это все. Поэтому как-то вот, креатив пропадает. Изначально, разумеется, всем сложнее всего пробиться, а потом это самоконтроль, то есть... А, так, я как понимаю, вопросы... Да, ответили. Можно, друзья? Сейчас у нас здесь появился обалденный, классный чувак. Под ваши аплодисменты он сейчас поднимется на нашу сцену. Это Паша Дизель под ваши аплодисменты! Больше шуму! Просто всех-всех-всех обнял, ко всем подошел. Я хочу, во-первых, спросить братишкина. Он говорит, что спортом не занимается. Тогда такой квейшн, как ты поддерживаешь такую идеальную форму? Так, я не ем просто и все. Чтоб потом никто не говорил, что я зажрался, очевидно. Логично. Так, я не понял, Паша Дизель я посадил? Стоп! Сиди! Паша Дизель, главное, такой пришел, его сразу на сцену. Хейли уже тут 15 минут стоит, значит, где я на сцену? Быстро ее позвали все хором. Лизочка, выходи! Тебя очень хотят видеть на сцену. Да выйди ты уже на сцену, пожалуйста, срочно, срочно, быстрее. Прям летящей походкой. Друзья, где ваши аплодисменты, где крики, где эмоции? Становится жарче, мне это нравится, люблю спонтанность. Меня зовут Таня, у меня вопрос к братишкину. А почему, можно мне вопрос задать? Почему максимально все вопросы идут только в твой адрес? Вот так. Есть ли? Не знаю, я не знаю, но самая загадочная личность. Лизочка. Я не могу ответить на этот вопрос, но я уже даже предугадал его заранее. Потому что он самый конченый стример. Ну или так. Представь то, что ты стал размером с карандаш и попал в блендер. Бутылочку. Как ты будешь выбираться? Куда попал? Ты стал карандашом и попал в блендер. Как ты будешь выбираться? Я, видимо, по частям оттуда выберусь. Выкручивайся. Не знаю, я бы попробовал как-то раскачать изначально. Блендер. Если блендер находится в офисе, меня бы кто-нибудь достал оттуда, мне кажется. Слушай, ну там вопрос уже изначально, чтобы я не выбрался. Здравствуйте, меня зовут Роман. У меня такой неординарный вопрос. У кого есть пауэрбанк с переходником микро-USB? Чувак, просто парни, надо подзарядиться. Если у кого-то есть, подзарядите человека. Чувак, слева вон, слева руку поднял. Тебе туда. Тебе туда. Или у тебя еще вопрос? Нет. Вова Красавчик. Ну, спасибо за вопрос. Дайте подзарядиться, Вова Красавчик, я пошел. Прям лозунг, класс. Итак. Вопрос к Андрею. Сколько стоит твой шмот? Че, почем? Так, ну, кроссовки у меня фирменные, короче, здесь. Обычный Nike, Palt 2500. Носки. Джинсы 40 гривен, как обычно. Подожди, а гривна, однако? Гривна, это, да, так и должно быть. Так, носки. А, носки, носки, Nike, не знаю, 700 рублей. Так, три пары. Сразу три пары одел. Одел сразу на себя. Здесь, короче, футболка, 300 рублей. Это у нас Магнитогорский обычный магазин какой-то. Ну, и без рукавки мне подарили. Цепочка, чистое золото. То есть это белое золото, либо серебро? Нет, белое золото, чистое белое золото. Чистое белое золото. Так, и телефон? Телефон, Android, обычный Xiaomi, топ за свои деньги. Вопрос Вове. Ты подумай, сейчас я его задам. Нет, давай что-нибудь неумное вообще. Да нет, ты просто вот, ну, не торопись, главное. Хорошо, я попробую. Я, если что, Паше Дизелю отдам, он решит за меня загадку. Хорошо, подумай хорошенько. Конор или Макгрегор? Чувак, это один тоже человек. Нет, 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 ты подумай. Ты уверен? Да. Паша, да? Я уверен? Да. Я бы хотел спросить у Владимира Братишкина, он там уже устал, наверное, вопрос задать. Кто у тебя больше всего ломалось, твой бывший или твоя машина? Чувак, ну, очевидно, очевидно второе, типа, я уже устал. Но вопрос прикольный. Прикольный. А можно тут материться? Просто это очень хороший вопрос, я теперь своим друзьям буду задавать. А это мой канал, реально, могу что угодно говорить, да, получается? Да. Привет. Бунт в чат. А, вопрос к Паши Дизелю. Как я только на него смотрю, он постоянно улыбается. Вопрос, у тебя лицо не болит после этого? Там, когда человек много улыбается, у него щеки должны болеть. Дядь, как щеки натренированы уже, все нормально. Маленькое замечание. Я вот поставил, у меня в комментах в Инстаграме фотка, где Паша Дизель спиной вот стоит. Я просто прочитал один момент, он говорит, почему, когда я смотрю на фотку и вижу Пашу, типа, даже со спины, не важно, с какого ракурса, как будто человек все время с улыбкой вот так стоит. Ну, кто его в Инсту зайдет, тот поймет вообще, в чем прикол. То есть, это Паша самый добрый человек, я рад тебе. Можно не забирать, пожалуйста? Да, да. Ну, ладно, ладно. Вопрос уже ко всем людям, стоящим на сцене. Как вы относитесь к такой медийной личности, которая постоянно блюет и известна по его коронной фразе? Чё, блядь, вот так как так-то, а? Ой, это Red21. Как вы к нему относитесь? Я хорошо к нему отношусь, скетчи очень смешные. Я смотрел, но, правда, года два назад, знаешь, сейчас я что-то его в трендах не особо часто замечаю. Но чувак делает прикольно, и кормушки, и из пиваса кормушки тоже делает. Ну, делает контент человек, делает по-своему. Ну, короче, все позитивненько, да, как я понимаю, реагируют? Да? Если все таки да, да, да. Кстати, вот раньше, по-моему, поинтереснее у него было. Сейчас они занимаются заказом еды, как, по-моему, там яйца и всякая такая, ну, блеватьня немного-немного выглядит. Вот, как-то. Короче, раньше было лучше, вот. Я не знаю, но у меня в друзьях есть, я все сказал. Здрасте, давно не виделись, всем привет. Чел, ты типа шапку надел, думал, я тебя не узнаю, да, второй раз пришел? Привет, Вова. Здравствуй, еще раз. Некоторые меня еще не видели, Паша, привет. Сколько поз в Уральской Камасутре? Подожди, в какой? Сколько поз в Камасутре? Чувак, в Уральской, наверное, ну, одна. Ну, максимум две. Уральская поза, видимо. Там две. Вы почтаника. Тебе сколько лет ты-то откуда знаешь вообще, сколько там? Чел, ты такой типа, ты точно трезвый, ты вот так вот говоришь. Там выпускается просто специальная литература и готовят к этому детей. Да, реально? Да, я думаю, да. Но это предположение. Сколько ты мне лет дошел? Пятнадцать, чувак. Давай три условно. Сколько поз в Камасутре, чувак? Две. Сколько тебе лет? Там две позы, в подштаниках и без подштанников. Это типа защиты и без защиты, понимаешь, да? Заключительный финальный. У нас еще очень много желающих. И мы уже заканчиваем. И последний. Паша, Паша, мне кажется, или ты немного не в состоянии на сцену вышел? Такой, Паша, а ты... Не, все отлично, дядь, все отлично. Я всегда в таком состоянии. Мне кажется, это ты не в состоянии немножечко. И мне кажется, что тут вообще происходит вечер. Открытый микрофон у нашего ведущего. Открытый микрофон, да? Он с Урала, чувак. Вечер стендапа тут происходит, да? So little, да. Чувак прилетел с Урала. Его немножечко здесь напекло, наша погода. Здравствуйте, я Даша. Лучший код автора BRFF. О, вот это прикольный мерч вообще. В общем-то, у меня вопрос к тебе. Когда-то на стримах ты упоминал, что уважаешь классику дабстепа. Ну и зрители знают, что ты любишь synthwave. Два вопроса. Какой твой любимый дабстеп-исполнитель? И какие еще поджанры электронной музыки ты любишь? И любишь ли вообще? Хороший вопрос, мне понравилось. Смотри, из классики дабстепа, наверное, Skrillex, Nero, Borgor, Getter. И, наверное, все. Из любимых у меня как бы нету ничего под жанр, наверное. Да вообще сейчас все подряд слушаю. В основном клауд, рэп, synthwave. Все, как-то так. Я чтоб времени занимать, а то всем очень тут интересно вообще, что я слушаю. Тиктоник, все, пускай будет тиктоник. Ну хорошо, у меня три вопроса, все к братишкину. Первый, а когда стрим? Чувак, не знаю, мне бы отсюда живым уйти на самом деле. Я тут до вечера, если что. Все уйдут, а я тут останусь еще, понял? Второй, будет ли коллаборация с intipedia? Хорошо, кстати, сейчас бы сделать, я не знаю, попробовать куда-то в камеру. Можно на меня камеру какую? Леха, я тебя приглашаю на... Я не могу его пригласить, на стрим он забанен, чувак. Леха, я хочу к тебе на стрим ворваться, можно так как-нибудь? Надеюсь, до него это дойдет. И третий вопрос, а почему фуллы так редко выкладывают? Это не я, это не ко мне, я отдал сообществу и все. Тебе не рано ли фуллы смотреть вообще? Ну, возраст такой пожилой. А, я понял. Ну что ж, друзья, давайте теперь пошумим на этом наши вопросы. Ответы закончены, подборные аплодисменты всего зала.